шалом дорогие друзья вот и прошли осенние праздники и сейчас нам немножко грустно что они прошли но точно так же и радостно что мы еще больше приблизились к творцу и получили новые силы и возможности на весь год моя жена любит распродажи и у меня мне пришло в голову такая интересная интересное сравнение праздников с магазином с распродажей как можно сказать что еврейский праздник это такая сезонная распродажа в магазине жизни на которой мы можем приобрести близость к творцу радость хорошие привычки хорошие качества характера энергию мотивацию изобилия душевное здоровье благословения да очень много хороших вещей и именно в празднике есть как говорится сейлс распродажа скидки на вот эти очень положительные вещи которые мы хотим приобрести в жизни и нужно только знать на что есть скидки что можно приобрести по хорошей цене то есть намного проще или хотя бы чуть чуть попроще чем в будние дни тем в обычные дни и где это приобрести и что нужно делать для того чтобы это приобрести получить вот эту скидку это праздники и скажу вам сразу что приобрел или нет вы можете приобрести то что не успели приобрести или сейчас или в следующий праздник вообще каждый праздник это конечно что-то свое особенное особенные распродажи но даже после праздника мы можем приобрести и вещи которые может быть не успели приобрести в сам праздник да это будет тяжелее но это возможно и если говорится говорить уже о окончательном вердикте который нам всевышний постановил в роша шана о том насколько у нас будет хороший год есть хасидские мнения что этот вердикт его можно изменить до курима и даже есть мнение что до хануки и сегодня я хочу поговорить с вами о очень чрезвычайно важной теме эта тема связана с тем что сейчас вообще во всех синагогах мира евреи начинают заново читать тору мы никогда не оставляем тору мы ее повторяем и находим новую глубину в каждом слове каждом предложение которое мы повторяем и сейчас как раз время начала нового цикла изучения торы чтения торы синагогах значит изучение и поэтому сейчас вообще хорошее время начинать хорошее время начинать и поэтому я хочу начать можно сказать новую рубрику это ответы на вопросы тех людей которые посылали мне вопросы я получил какие-то вопросы когда я делал разные google анкеты разные предложения в прошлом еврейском году и я получил очень хорошие вопросы я ответил индивидуально в принципе всем но сейчас я хочу ответить еще и так чтобы эта информация дошла до всех рубрика такая ответы на вопросы на ваши вопросы я беру и вопросы которые самые актуальные самые хорошие делаю их по-своему что определяют их по-своему и вот это определение вопроса я его говорю и на него отвечаю и так и сейчас очень важный вопрос по простому вопрос звучит звучит как мне знать что всевышний от меня хочет сейчас и это естественно самый главный вопрос для еврея и вообще вот этот вещь вот этот вопрос должен звучать у еврея постоянно в голове что от меня всевышний хочет сейчас какова воля творца и я получал вопросы как узнать что именно всевышний хочет нет от меня не то что я хочу не то что я считаю что всевышний хочет а то что он действительно всевышний от меня хочет да и на этот вопрос я сегодня попытаюсь дать ответ итак самое главное дорогие друзья что мы должны знать что вообще на любой вопрос настоящий еврей он идет по трем дорогам одновременно для того чтобы ответить на вопрос эти дороги первое учиться обо всем что связано с этим вопросом молиться обо всем что связано с этим вопросом и спрашивать рава обо всем что связано с этим вопросом учиться молиться и спрашивать право и давайте разберем каждый из этих пунктов отдельности учиться в отношении вопросов как узнать волю всевышнего что он хочет меня нам нужно изучать законы творца и прежде всего я считаю что нам нужно изучить для этого шулхан арух китсур шулхан арух точнее я вам после эфира скину ссылку на этот ресурс потому что если вы сейчас напишите просто в гугле китсур шулхан арух то вначале как я помню несколько лет назад я искал выходят всякие интисемитские вещи например что доказательство что евреи добавляют кровь мацута полнейшая ерунда вот но дети те вещи которые вам скорее всего изначально выйдут если вы напишите просто китсур шулхан арух поэтому для того чтобы найти по-настоящему китсур шулхан арух свод эллийских законов нужно знать где это искать поэтому я вам пошлю ссылку и все написано как полагается на эту тему и не только на эту тему еще на другие темы это раз значит второе да кстати по поводу первого вообще очень хорошо есть такая вещь изучать две аллахи в день есть у нас мишна которая говорит что не читай алихот а читая лохот то есть тот кто изучает как минимум две аллахи в день ему гарантируется будущий мир да что он пойдет ну будущий мир это рай да как я это понимаю насколько я помню комментарий ему гарантируется будущий мир и поэтому это очень важно изучать как минимум две аллахи в день и для этого как раз есть шулхан арух если вы хотите какие-то другие книги то хорошо начать с книг по по шаббату найти книгу есть книги по законам субботы такой шаббата это очень хорошо вот я вижу сердечки очень приятно видно что люди понимают что аллахот это очень важно так оксана новосельская пишет у меня снега 500 шланарок но там нет всего что мне нужно оксана напишите что вам нужно какие аллахот вам нужно и я должен помощи посоветуем какую-то книжку итак мы переходим к следующей дороге по которой каждый вред должен идти во всех молитвах которые составили наши мудрецы есть просьбы исполнять волю творца просьбы чтобы он дал нам в наше сердце любовь и трепет перед именем своим до и это очень важно очень важно молиться молиться даже молиться прежде всего словами которые наши мудрецы постановили прославлять имя творца и просить его чтобы он дал нам нужные мысли нужные чувства для того чтобы мы еще лучше прославляли его имя исполняли его волю и и кроме того есть такая вещь которая я рекомендую всем называется и бодэ дуд и бодэ дуд на самом деле с еврейским народом был очень давно и бодэ дуд это молитва своими словами когда человек выходит в лес поле какое-то какое-то уединенное место где ему никто не мешает и может поговорить своими словами творцом может ему поплакать может ему попеть может ему задать вопросы может просто помолчать с ним как хорошим другом как с любящим отцом с любимым отцом как с мамой даже поговорить своими словами и в последнее время это очень-очень известная вещь от раби Нахмана из Браслава и раби Нахман из Браслава рекомендует всем это делать минимум час в день я рекомендую начать с пяти минут просто взять таймер вот так я начинал в принципе так я сейчас делаю даже поставить пять минут и пойти я я например гуляю в парке и одновременно общаюсь с творцом не нужно говорить именно вслух можно говорить шепотом можно просто говорить так что даже не видно что губы шевелятся да каждый по-своему в крайнем случае можно просто думать да говорить в сердце это тоже нормально лучше всего конечно говорить вслух но не всегда это обстоятельства позволяет вот поэтому ид бодэ дуд это очень важная вещь своими словами выплакаться от творцу выместить свои чувства попросить о помощи сказать все что у вас на сердце вылить и злить и как с хорошим другом с отцом с матерью поговорить с творцом да это очень важно ну естественно в нашем случае сказать всевышний пожалуйста помоги мне исполнять твою волю я очень хочу исполнять твою волю покажи мне как это делать да третья вещь это сделай себе рава это написано в перке а вот то есть найди себе подходящего учителя у которого ты будешь учиться в Торе с Quantste к которому будешь задавать вопросы да каждый dlatego это да это важно рав будет вас вести по тому пути который вам лучше всего подходит лучше всего чтобы у человека был какой-то один рав главный рав который ведет его по жизни Ну и можно, чтобы были еще равы, равины, рабоним в каких-то определенных сферах. Например, один основной рав и, например, сфера психологии, воспитания детей, сфера, может быть, отношения с женой. Чтобы это, если рав не очень в этом ориентируется, ваш рав главный, то чтобы на эти вопросы, по вот этим темам, каким-то конкретным вам отвечал другой рав. То есть, в принципе, может быть такая ситуация, чтобы равов было несколько. Но один должен быть главный, которому вы обо всем советуетесь и который вас направляет. И что еще? Что еще важно знать для того, чтобы исполнять волю Творца, так как Всевышний хочет от нас? Для того, чтобы знать, что Всевышний хочет от нас, нужно понимать, что требует ситуация. То есть, есть такое выражение на английском common sense. Это означает просто обычное здравое чувство. И нам нужно следовать этому здравому чувству. То есть, например, человек сидит дома без денег, не про нас будет сказано, изучает Тору. Жена ему говорит, слушай, иди работай, у нас денег нет, семью нужно кормить. А он говорит, ну, Бог поможет, я изучаю Тору, все будет хорошо. Если он посмотрит в себя, то он увидит, что на самом деле у него нет упования по-настоящему на Творца. И кроме того, он просто боится неудачи. Поэтому на самом деле он сидит дома. И понятно, что в такой ситуации, как в Божий день, ясно, что воля Творца, чтобы он пошел работать, это должна быть работа, которая ему максимально подходит, максимально нравится, естественно, приносит денег из всех возможных работ, чтобы он выбрал ту, которая, естественно, кошерная, в первую очередь. И второе, что она ему, она ему приносит удовольствие. Да. И еще один пример, который я хотел вам сказать. Например, человек, который каждый день помогает своим друзьям, все время выходит из дома, помогает тому, другому, третьему. И вдруг жена просит его починить дома пылесос. А он говорит, слушай, я занят, я помогаю друзьям. Это противоречие, дорогие друзья, здравой логике. Прежде помоги жене, а потом помоги знакомому. То есть воля Творца в данном случае, может быть, человеку это не хочется, но он должен пойти помочь жене, починить пылесос, потом вернуться, если того позволяет. Ситуация и отношения с женой, свои друзья. И еще одна очень важная вещь, которая также касается нашего предназначения, индивидуального предназначения. Адмор Ислонима комментирует фразу из Стеилин, из псалмов царя Давида. Отдались от зла и твори добро. Что это означает? Отдались от зла, это значит, те вещи, которые тебе очень тяжело не делать, те пороки, то злое начало, которое тебя тянет. От него нужно отдалиться. То есть человек, например, ему очень тяжело не есть, например, свинину. Ему нужно перестать есть свинину. В этом есть искра, которую он поднимает к Всевышнему. В этом есть большая работа. И ему за это будет огромная награда за то, чтобы он это преодолел. Каждый час, каждую секунду, что он не ест свинину, даже потом, когда он не хочет есть свинину, он проходит к нему магазина, где продается свинина, ее не ест, даже не заходит в магазин, то это считается ему как благое дело. И это засчитывается ему за слугу. Представляете? Вот. И вторая вещь – это твори добро. Что такое твори добро? Адморес слоним объясняет, что это означает, что мы должны взять какую-то нашу способность, какой-то наш талант, который в нас больше всего проявляется. И большинство окружающих говорят, ну, слушай, вот у тебя это есть, да, вот это ты классно делаешь. И направить его на служение Творцу. То есть, например, я играю хорошо на кларнете, да? Как мне направить это на служение Творцу? Я играю на свадьбах, я играю на шевоброход, на радостях, да? Веселю еврейский народ. Это большая заповедь. Тот человек, который хорошо умеет преподавать, пусть преподает Тору. Тот человек, который умеет легко зарабатывать деньги, ему это нравится, пусть зарабатывает деньги, делает фанды, дает на ишивы, дает на синагоги, да? То есть, все, что вы хорошо умеете делать, направить нужно на служение Творцу. Это вкратце. Сейчас, дорогие друзья, вопросы. Буду рад любым вопросам. Те, кто смотрят записи этот эфир, посылайте вопрос в личку. Буду рад. Постараюсь ответить на любые вопросы. И, окей, я знаю, что есть задержка, но тогда пишите в личку, если сейчас я не успею получить никакой вопрос. Спасибо всем, кто был со мной в этом эфире. Приятно начать новый еврейский год с вами, дорогие друзья, продолжить его с вами. И я желаю вам исполнять волю Творца так, как сам Творец этого хочет, в радости, в любви, в здоровье. До новых встреч, дорогие друзья.